Добрый день! Видео о семье. Для чего мы создаем семью? Когда мы создаем семью, пребываем в иллюзиях. Женщина пребывает в одних иллюзиях, мужчина пребывает в других иллюзиях. Но так или иначе, оба пребывают в иллюзиях, и когда начинают совместную жизнь, иллюзии не совпадают, и вот тут начинается самое интересное. Приходят люди на консультацию и рассказывают там, вот у меня была любовь, и любовь прошла. Сколько лет прожили? Ну, два года, три года. Какая любовь? Откуда она взялась после двух лет совместной жизни? Какая такая любовь-то? Откуда вы ее взяли? Любовь приходит после семи лет совместной жизни. И что такое любовь? Любовь, она находится на фундаменте доверия, доверия, на фундаменте уважения. То есть мы уважаем человека, мы его доверяем, мы проходим с ним определенный кусочек жизни. В этот кусочек жизни мы проходим определенные кризисы, мы видим, как человек реагирует, как мы себя, то есть друг друга рассматриваем, мы проходим эти кризисы, и люди более сильнее начинают уважать друг друга, доверять, и вот по истечении семи лет формируется любовь. Мне не нравится слово «болото», но тем не менее я не нашла другую метафору. То есть любовь, она как болото. Мы мягко и медленно погружаемся в это состояние, и она не может быть ранее, шести-семи лет. Ну, априори такое не может случиться. На изначальном этапе, когда люди увидели друг друга, вспыхла внутренняя заинтересованность и состояние влюбленности. Да, в состояние влюбленности верю, совершенно верно. Вот состояние влюбленности, очарованность. И вот на этом этапе, если правильно пойти, есть возможность сформировать семью. Не брак, который у нас обычно происходит, а именно семью, гармоничные отношения. Мы, когда создаем семью, мотивация какая? Женщина видит в мужчине вешалку. То есть это такой предмет, на который можно что-то свешить. Финансовые трудности, безопасность, защищенность, статус. Ну, все, что можно получить от мужчины. Секс в том числе, да. Мужчина видит свои выгоды от женщины. И основная мотивация, которая внутри у каждого, это получать наслаждение друг от друга. Женщина получает наслаждение от мужчины. Ну и языком метафоры, как бы у каждого есть бассейн. Вот во втором Донтяне, второй центр, в этом бассейне есть энергия. Мужчина выбирает у женщины энергию, женщина у мужчины выбирает энергию, если они на втором центре общаются, да, на уровне секса. И когда выбрали друг у друга энергию, потом приходит такая мысль, что любовь закончилась. То есть люди получали наслаждение друг от друга. Они высосали друг друга. И за этот период, пока они высасывали, отношения не построили. То есть не построили жизнь. Ну, раз переспали, два переспали, три переспали, а потом? А потом, представьте, нужно поговорить о чем-то. А потом жизнь начинается. А потом приходят кризисы. Кризисы проходить не умеем. Корона на голове, гордыня. У каждого есть свое представление. И мы начинаем переделывать партнера. То есть мы его как-то изгибаем друг друга. И вот два таких изогнутых, уродливых тела пытаются построить гармоничную семью и наладить какой-то мир и гармонию в домике. Это иллюзия. Семья создается, настоящая семья, она создается для отработки. Вот встречается мужчина с женщиной. Вспыхла искра, взаимный интерес. И на этом мужчина на первом этапе, он равно шизофренику. Он много женщине обещает. Самое интересное, он не врет. Он реально обещает. И если женщина поддалась на это все и пошла с ним на близкие отношения раньше ее периода, то есть пробежали, вычеркнули перед ухаживанием. Ну все. У мужчины во второй, то есть выше в грудной центр и сюда энергия не поднялась. На бессознательном уровне уважения не будет. Ну практически нереально. Возможно, но очень сложно уже потом сформировать правильное отношение. По идее, при правильной модели люди встречаются, у них происходит энергообмен вот на этом уровне, восьмерка. Потом энергия спускается в грудину. То есть на этом уровне ему интересно друг с другом. На этом уровне женщина дает женскую энергию мужчине. Мужчина мужскую энергию, отцовскую, как бы, да. Женщина как бы материнскую, ну в кавычках, женскую. Вот. И когда уже ниже спускается во второй центр, они доходят до кровати, то там уже сексом язык не поворачивается назвать. Вот именно непосредственно они дарят любовь друг другу. Они обмениваются энергиями. Вот получается три восьмерки крутятся и две орбиты. Женщина получает от мужчины космическую энергию. Орбита крутится, то есть он дает воздушность, легкость. На этой энергии женщина прибирает избу, себя прихорашивает, пироги печет. То есть вот легкость вот это, да. Если в квартире бардак, мужчины часто жалуются, ну глаз надо подбить мужчине. А женщина дает материальную энергию. Вот эту тяжелую, земную, материальную. И эту энергию мужчина превращает в заводы, в пароходы, в фантики. И когда женщина жалуется, что мужчина денег не зарабатывает, ну замечательно, сами знаете, теперь кому надо глаз подбить. То есть вы не даете энергию. Хотя есть еще другая сторона медали. Не все мужчины умеют брать эту энергию. То есть этот замочек еще нужно вскрыть, спровоцировать, собрать эту энергию. Нужно еще уметь брать. Индивидуально я обучаю таким вещам. Звоните, мы вам расскажем эти секреты. Так вот, три восьмерки и две орбиты. И вот встречаются люди, им интересно друг с другом, они начинают общаться. Потом возникает стадия влюбленности. И вот на этой стадии женщина смотрит на мужчину. А по разным плоскостям смотрит. А подходит ли он ей? А готова ли она с ним дальше быть? И на тонком плане, на внутреннем экране женщина смотрит на мужчину снизу вверх, как на Бога. То есть есть видео у нас, можете посмотреть коридор. Я рассказывала, что любого мужчину можно приколдовать чистым способом, безнаказуемым. То есть пространство не накажет. Как? Принять безусловно и не переделывать. Просто на внутреннем экране вот таким, какой он есть. Мы не умеем это делать. Веды говорят, что нельзя терпеть недостойное поведение ни от мужа, ни от родителей, ни от детей. Ни от кого вообще. Но недостатки нужно принимать. У нас все наоборот. Мы недостатки не принимаем. То есть мы его как-то начинаем ломать, переделывать. А недостойное поведение мы терпим. Откуда вот эта пошла тенденция, вообще не представляю. То есть вот. И мы включаем, где не нужно, терпилку. Позволяем. А потом волосы дыбом вседозволенность, помноженные на безнаказанность. Вот мы и результаты получаем. Женщина, она рождается максимум на максимум энергии. А мужчина, он рождается в ноле. И мужчина формируется через кризисы. И женщины очень часто сглаживают эти кризисы. Тем самым они как раз портят мужчину. То есть что такое усыновить, не понимают многие. А это сглотить кризис, подставить зонтик над ним. А этот кризис нужно ему помочь, где нужно даже специально подстроить, сформировать. И мягко, аккуратно пройти этот кризис. И мужчина через эти кризисы, он подскакивает выше и выше. То есть он растет через эти кризисы. А женщины стараются его подолом прикрыть, вот от чего-то оберечь. А мужчина, он должен быть мужчиной. И вот встречаемся мы, женщина и мужчина. И мы встречаемся для того, чтобы проделать определенную работу. Мужчина помогает женщине, он ей зеркалит ее недоработки. То есть она пришла в этом воплощении отработать какие-то задачи жизненные. И мужчина ей помогает стать матерью, женщиной, в первую очередь женщиной, не матерью, это у нас в России святое материнство, дочерью, раскрыть ее задачи, помочь отработать. Помочь. Главное, ключевое слово, помочь измениться, вырасти. А женщина, в свою очередь, имеет задачу психически родить мужчину, помочь ему стать мужчиной. То есть не сыночком. Не помочь ему избежать кризис и не замазать ему какой-то урок, а помочь, помочь вырасти ему мужчиной. Она его вдохновляет, дает ему энергию, верит в него. Понимаете, смотрит как на Бога и говорит, это все ерунда у тебя получится, я в тебя верю. Вот есть женщины, которые из бомжа сделают олигарха, а есть женщины, которые из олигарха бомжа сделают. Это реально, правда. Понимаете, то есть есть женщина, которая дает вдохновение, а есть женщина, которая высасывает энергию, клюет, и ты никто никак, если свинья говорит, что она свинья. Человек захрюкает. Это давно уже всем известно. Так вот, встречаются люди. Встречаются. И в состоянии влюбленности Женщина в изначальном этапе уважает мужчину, главное сохранить это уважение. И мужчина проявляет свои лучшие качества и ухаживает за ней. А после того, как какое-то время пожили, мужчина перестает ухаживать за женщиной. Мужчина – это страшная ошибка. Ухаживать нужно продолжать и всю жизнь. И такая женщина, которая расцветает, она дает энергию, она вам дает энергию, которую вы эту энергию превращаете в фантики. И очень часто женщины совершают ошибку, они переделывают мужчин. Мужчине нужно помочь. Да, нужно кризисы создавать, да, нужно пистонов вставлять, не нужно всегда там поголовки гладить. И недостойное поведение нельзя терпеть. Но нельзя превращаться в пилу или по-мужицки бить боксерскими перчатками своего мужчину по лицу. Мне у Лобковского нравится идея. Когда он рассказывает про мужчину и про мать, что мужчина живет с женщиной, которая мама. Он что-то сделал не так. Она увидела, что ей не нравится, она ему за это навтыкала. И она дальше его любит. Она не пилит его целыми днями, она не садится в углу, не рыдает, не разговаривает, она не впадает в какой-то там образ. Понимаете, вот это вот все в его жизни не присутствует. Он не знает, как на это реагировать. Он нахулиганил, напакостил. Мама посмотрела, что есть вот за ним косяки какие-то. Она ему по факту наваляла за эти косяки, разжевала, рассказала, почему и к чему это приведет. И все, они к этой теме не возвращаются, они живут дальше. Она его принимает, безусловно, ребенка, таким, какой он есть. И она его любит. Мужчине нужно помогать. Понимаете, помогать. Не переделывать, не клевать, не унижать. На тонком экране, когда мужчина смотрит на женщину, как на богиню, и старается сделать ее счастливой. А женщина мужчину. И в моменте жизни возникают кризисы. И проходя каждый кризис, на каждом кризисе, то есть один день там они по молодости поругались, три дня они разговаривали. Проанализировали, она проанализировала, он потом поговорили. Ну, три дня, представьте, выпало из жизни три дня. Посидели, поговорили, она сделала выводы, он сделал выводы. На следующий раз мужчина, видя, что она впала в слезы еще, он, допустим, включился, был трезвее в этой ситуации от эмоций. Да, он пошел в течение пяти минут, там, потискал ее. Что женщине нужно? Ну, потискать, сказать, я тебя люблю. Женщина начинает истерить, если мужчина не дает энергии, если он ее не дает кинестетики, не обнимает, не тискает, он ей не говорит, что она красивая, он не говорит, что она любит. То есть мужчина должен постоянно рассказывать, чтобы женщина имела эту уверенность, а женщина вдохновлять мужчину на подвиги. И в процессе жизни мы потихонечку, один кризис три дня проходили, другой раз в течение, там, 15 минут эту ситуацию разрешили. Похожая ситуация была, но люди уже за 15 минут, представляете, трое суток сократилось. Сколько это ушло энергии на это, нервов, времени, сколько можно позитивного всего было за три дня, и в лес сходить, и в кино, и получить удовольствие от жизни. Мы живем, как будто, мы бесконечно живем, как бессмертные. И нету вот этого момента здесь и сейчас. Зачастую мы находимся в страхах, если мы в страхах, это мы в прошлом. Извините, оговорилась. Если мы находимся в страхах, то мы находимся в будущем. А если мы находимся в обидах, то мы находимся в прошлом. А кто в настоящем? В настоящем нас нету. И вот мы боимся придуманных каких-то иллюзий нашего будущего, И мы не отпустили тот большой камаз дерьма, который мы тащим Это наши обиды, претензии Недавно ездила я в автобусе, в общественном транспорте Это вообще капец А вы на других людей, когда смотрите, все заметно? Ну вот женщина, которая с мужским поведением, которая рисковатая Или мужчина, который идет, как будто он весь мир покорил Вот у него такая гордыня на лице, вот он такой вот герой Мама моей подруги про таких говорила, членоносителей Вот есть мужчины, она делила, и членоносители Вот классический такой членоноситель Это так со стороны видно, смешно И каждый, каждый вот выходит в мир, он читаемый Мы же других людей видим Вы задумайтесь на минутку, вас видят тоже И для того, чтобы прийти к гармонии Это нужно просто отработать в себе эти вещи по максимуму Вот получила удовольствие, в кино ходить не надо Доехала до одного места и обратно нахохоталась Это вот так заметно, на меня смотрели, что я неадекватная Ну человек сидит с собой, улыбается, смеется А я прямо как в кине Ехала и получала удовольствие Все на лице написано И вот 95% людей имеют какую-то маску А в целом маска важности какой-то Вот он вот сейчас решает какие-то задачи Вот прям жизненно важные И вот это так смешно Это сколько энергии уходит на то, чтобы быть Вот если мы встанем на цыпочки Сколько мы энергии потратим Представьте, я бы все это видео снимала на цыпочках И старалась соблюсти баланс Сколько лишней энергии ушло А я на двух ногах стою Мы столько энергии тратим, чтобы казаться, а не быть Проще быть, чем казаться Так вот, вернемся к семье Семья создается для того, чтобы женщина Для отработки Женщина помогает мужчине раскрыть его задачи Его лучшие качества стать мужчиной Мужские принципы раскрыть А мужчина помогает, не переделывает Помогает раскрыть ее задачи, ее женские принципы В процессе жизни, в процессе прохождения кризисов Мы проходим разные ситуации Изначально любовь не может быть Вот вспомните, у вас есть друг, с которым вы давно Вы любили друг друга вначале? Нет? Ну-ка я, откуда ее взяться? А потом была одна ситуация Когда этот друг вам плечом все убежали А он стоял, там 10 человек на вас нападали Вы вдвоем решали эту ситуацию, конфликт Но еще какая-то ситуация Когда он ночью приехал, вас из сугроба достал Еще какие-то ситуации Потом вы ему помогли И вот в течение жизни, когда происходят какие-то события Происходят кризисы, хоть в семье, хоть в дружбе Мы друг друга рассматриваем, мы познаем И мы сближаемся, мы сближаемся, мы сближаемся Мы начинаем доверять, испытывать уверенность в этом человеке Фундамент уважения И потом в семье уже формируется любовь А мы пребываем в иллюзиях Мы хотим наслаждаться друг другом Мы не хотим расти Мы хотим, чтобы внешний мир изменился Но мы при этом не менялись Чтобы все вокруг изменилось Но, к сожалению, так не получится Неприятностей нет Есть обратная связь от вселенной Что во мне, то и вовне Вокруг вас, если вакуум Значит, у вас остановилось внутреннее движение Нужно запустить внутреннее движение Если вас окружают какие-то люди Или какие-то повторяющиеся события Вы не проходите этот урок Нужно выучить Нужно отработать И эти ситуации перестанут появляться Если как-то к вам человек относится Или что-то в вашей жизни происходит Это зеркало То есть у вас самих И когда вы отрабатываете Этот урок, он не нужен больше То есть он сам собой испаряется Благодарю всех Подписывайтесь на ваш канал Добра и Света